Дороги национального значения в Тараклии очищены от снега. Движение транспорта не затруднено и осуществляется в обычном режиме. Работники дорожной службы АО «Друмуль Тараклии» ежедневно расчищают дороги от снежных заносов и посыпают трассы противоголоредной смесью. На данный момент мы подготовлены на 100%. Техника, 9 единиц техники, спецтехники для очистки территории дорог от снега готовы. Песко-соляная смесь у нас достаточно. На данный момент все дороги местного и национального значения очищены на все 100%. И в любой момент мы готовы выехать и оказать любые услуги, даже и примарием, которые с нами заключили договора, мы можем эти услуги оказать. Ситуацию подтвердил и водитель маршрутного такси Кишинев-Копчак, отметив, что трасса национального значения Тараклийского района очищена от снега. До Камрата или с Камрата до Кишинева очень нехорошие дороги, нечищенные, нет, не можно. А с Камрата до Тараклий очень хорошие дороги. Если дороги республиканского значения очищены от снега, и по ним без проблем можно проехать на автомобиле, то городские желают быть лучше. Четыре дня снег сегодня у нас уже, четыре дня назад упал, так? Вчера матушка природа дождем помочила, немножко сбила это. По сегодняшний день здесь нечищено. Вот сегодня оттуда дойти сюда, до поликлиники пешком, любой Тараклийский житель, который не ездит на заработки, не имеет возможности купить себе нормальную обувь, он намочит ноги. А потом сидит в поликлинике и мокрый, ждет очередь. Дети в школе, то же самое. Я не думаю, что такая была проблема сегодня, заказать ДЭУ примору, заказать УДУ услуги и оплатить их. Синоптики в ближайшие сутки вновь обещают небольшой снег. Температура опустится до минус 10-12 градусов. Соответственно, ситуация на дорогах может усложниться. Только заминувший снегопад Аудрум и Тараклия помогла более 30 водителям транспорта, застрявшим на дорогах. Любой водитель, попавший в трудную ситуацию на дороге, он может позвонить по телефону 22047 и 22947. Эти телефоны работают круглые сутки. Независимо от погоды, они могут обратиться по этим телефонам и обязательно выйдут и окажут помощь. Вытащат его, если он застрял, вытянут – это 100%. По последним поступающим данным из средств массовой информации, сотни людей на севере страны остаются заложниками сугробов на национальных трассах. Некоторые из них в снежном плену уже вторые сутки.